Друзья, привет! Сегодня хочу попытаться измерить количество нитратов в виноградах, которые продаются в России зимой. Для этого эксперимента я прошлась по ближайшим магазинам, зашла в пятерочку магнит из пар и купила там все виды винограда, которые были представлены. Это вот 5 разных видов, сортов винограда, которые обычно и можно найти в российских магазинах в зимний период времени. Ну и начну с первого вида винограда. Это вот такой вот крупный красный виноград из Перу и посмотрим, каково же в нем содержание нитратов. И прибор мне показывает значительное превышение нормы нитратов в этом винограде. Знаете, оно и закономерно вполне, потому что раньше, когда я пыталась поесть этот виноград, каждый раз у меня после его употребления болел живот, были неприятные рези в животе и вообще в целом неприятные ощущения на желудке, как будто бы я съела что-то не то. И смотрите, нитрат-тестер подтвердил мои догадки. Этот вот крупный красный виноград, ну я думаю, что употреблять не стоит. И давайте посмотрим, что у нас вот с этим вот видом винограда. Это тоже перуанский виноград, судя по этикетке, но уже белый. Посмотрим, что же здесь. Ну, тоже превышение по нитратам показывает прибор, желтое табло об этом говорит, однако же превышение не такое значительное, как в этом случае. Но все-таки я думаю, что такой виноград есть тоже не стоит, вот от такого винограда тоже неизменно всегда болит живот. Теперь давайте проверим на содержание нитратов вот такой вот черный виноград, это молдавский виноград, судя по этикетке. В магазине и, в общем-то, стоит ожидать, что этот как раз-таки виноград может оказаться самым натуральным из всех, потому что молдавские фрукты еще как-то могут быть натуральными, я думаю. И посмотрим, прибор показывает нам как раз-таки содержание нитратов в норме. Знаете, с такого винограда живот не болит, ощущения нормальные. И, в общем-то, и на вид, и на вкус, на цвет, на запах этот виноград кажется натуральным. И прибор подтверждает догадки. Теперь давайте посмотрим, что вот с этим виноградом. Этот виноград, судя по этикетке производителя, этикетки на коробке, в которой он находился, привезен из Индии. Это белый виноград, произведенный в Индии и доставленный к нам в Россию. Посмотрим, какое содержание нитрата в индийском белом винограде. Хотя, знаете, эти два вида виноградов, белых, выглядят одинаково. И посмотрите, значительное превышение нормы по нитратам. И я делаю вывод, что вот такие вот виды сорта белого винограда, зеленоватые, вот такие вот вообще покупать тоже не стоит. На них реакция организма соответствующая, нехорошая. И прибор подтверждает догадки. Давайте посмотрим, что с виноградом Тайфи. Откуда нам привозят виноград Тайфи, я точно не знаю. Но, скорее всего, из бывших союзных каких-нибудь государств. Виноград Тайфи показывает нам достаточно высокую концентрацию нитратов. Превышение достаточно значительное. 97 мг на килограмм. При допустимом уровне до 60 единиц. То есть, превышение достаточно высокое. Ну что ж, к сожалению, оказалось, что даже Тайфи, который кажется более-менее натуральным, оказывается, кушать не стоит. Друзья, ну что ж, какой можно сделать вывод, что все виды практически винограда, которые я протестировала своим нитрат-тестером, непригодны для употребления. Единственным исключением вот стал такой вот молдавский черный виноград. Приятного вида, запаха, вкуса и цвета. И вот только его одного можно и употреблять в зимний период времени. Ну что ж, надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Обязательно берегите себя. Не кушайте нитратные овощи и фрукты. Выбирайте продукты натуральные. Ну а у меня на этом все. Жду ваших комментариев, жду вас в других своих видео. Подавайте мне идеи нитраты, в каких овощах и фруктах мне еще стоило бы измерить. И таким образом, я надеюсь, мы составим список допустимых, пригодных к употреблению в зимний период времени фруктов и овощей. Пока-пока!